друзья мои дорогие всем добрый день сегодня давайте с вами поговорим про дружбу и достаточно часто я слышу вопросы и на консультациях и просто между собой люди дискутируют а вообще нормально ли что у человека нет друзей а что с этим человеком не так или наоборот может этот человек прав как этому человеку если он хочет друзей заиметь тогда вести себя то есть вообще что такое дружба то но это действительно мы с вами говорим про такие вот близкие устойчивые отношения с вами не говорим про приятельства у нее мы с вами не говорим про фейсбучных друзей про коллег то есть этого добра у большинства полно а вот действительно настоящих друзей с этим сложнее когда есть и доверие и там относительно много времени вместе проводят или хотя бы контакт какой-то постоянно есть когда вовлеченность есть когда есть вот это вот искренние отношения поддержка когда определенные гарантии еще ты понимаешь что этот человек к тебе приедет тебя не бросит и ты также это же этому человеку должен но это прям отношения не зря же говорят что дружба это суррогат семьи есть такая фраза еще есть фраза что дружба это подмена любви а кто-то говорит что дружба это проекция любви вот как человек дружит такой же он и в отношениях паре также он любит этот человек давайте сначала с вами поговорим про самые типичные причины почему друзей-то нету человека знаете я не хочу начинать с причин которые уже говорят о том что человек какой-то не такой что то не получается такое тоже может быть но очень часто сейчас причина в то время когда очень много какого-то такого осознанного одиночества много достаточно рациональной позиции по жизни человек не видит для себя ценности в дружбе как таковой то есть это его осознанная позиция а собственно основанная на собственных приоритетах человек понимает что хочешь не хочешь я должен буду допустим выкроить несколько часов в неделе а у меня нет этих нескольких часов что я получу взамен например какого-нибудь завистливого человека человек который будет нам не паразитировать который будет каким-то образом там негатив определенных мою жизнь слать а зачем если интересная работа у человека каким-то образом выстроенная жизнь а может она и не надо есть человек счастлив личной жизни если человеку есть чем сравнить у человека уже есть пережитый опыт и он или она понимает что вот она с плюсами да вот она там с какими-то минусами и не обязательно если у человека нет друзей мы сразу должны там кит выводы делать ну конечно нарцисс или конечно это какой-то там холодный ненавистник или там кто-то еще это может быть просто здоровый выбор здоровая позиция ведь со стороны на вообще очень тяжело судить зачастую человека про которую можем сказать такая душка душа компании столько друзей по факту у этого человек может вообще быть далеко не так человек может терпеть этих друзей человек может усиленно создавать картинку что эти друзья есть может там последний им отдавать а в итоге только да они на нем или на ней паразитируют поэтому это здорово даже что человек настолько сильный что открыто озвучивают позицию да это моя позиция ну почему нет и не не надо здесь обязательно искать какой-то такой подвох но для человека важно его дело зачем важно там хоть самосовершенство может в семью в свою вкладывается поэтому это правда может быть просто рациональная позиция поехали дальше по другим причинам когда человек теоретически то может и хотел бы друзей и раньше то может быть иначе было но уже длительное время это не так давайте вот эти вот другие причины все-таки теперь копнем но очень часто это бывает просто по причине недоверие к людям по причине мощного разочарования подружка увела мужа друг кинул на деньги как-то подставил с бизнесом просто в трудный период жизни все друзья с которыми в десна целовались друг неожиданно как сами по себе отвалились или какая-то нехорошая информация там да всплыла что такое то есть просто разочарован человек видит в этом опасность видит в этом угрозу конечно то есть определенные травмы но тут знаете как тут тоже мы не можем сказать что это человек какой-то там нездоровый человек вот так воспринимает этот мир на каком-то этапе это может сгладиться может действительно в жизни появятся какие-то люди с которыми будет доверие а может быть и нет и некоторые так и до конца жизни вот в этом недоверие живут и находят чем время заполнить там куда ресурсы свои потратить ну почему нет еще причина но это так называемое пассивное поведение то есть чек просто не ходит никуда не общается не знакомится технически его или ее день так выстроен что вот нету никого допустим когда-то были там парочка одноклассников или однокурсников но они вообще давно там других городах может быть других странах и потерялись и смысла нет общаться а вот новых как-то вот-вот не завелось или бывает что друзья ну семьями дружили а потом муж и женой развелись и друзья мужа или жены перекочевали все кому-то одному и такое бывает разные моменты и то есть а по-новому человек реальность не выстроил и человек просто особо-то не готов на это время выкраивать то есть где бы им этим друзьям появиться то если жестко-жестко по графику а например там на работе ну тоже человек например дистанцируется тоже особо близко хоть не ведет другая причина излишняя навязчивость я помню на одной своей работе такую тетеньку я не помню давно такая женщина неопределенного возраста она вроде позитивно она вроде ты милая да ничего про него плохого не могу сказать но настолько она вот достает всех она к людям любого возраста она вот на тот момент когда я там работала на меток существенно старше было она к нам вот к ребятам нашего возраста на уши приседала что-то рассказывала все что-то куда-то обедать звала гулять на пикник звала она к людям своего возраста приставала она к людям старше и и приставала ко всем и все какие-то ходят истории рассказывает куда-то тащит вот-вот тебя обсмотрит вот а это тебе идет там вроде как-то она по-доброму я не могу сказать что она как негативная была она правда бесхитростная была но настолько ее много было насколько от нее тошно было и у нее не было друзей она всегда одна ходила там когда-то давно с мужем развелась у нее личной жизни клеилась причем она симпатичная была женщина приятная в общем-то у нее и с мужчинами не клеилась потому что она сразу тебя вот оближет просто вот задушит вот-вот вообще противоположность противоположность какому-то холодному надменному отстраненному типажу как на навязчивости тоже плохо вас сразу обесценивают вас непонятно за кого воспринимают еще у кого проблемы с друзьями нот у людей у которых так называемый сложный характер тяжелый характер конечно не очень я эту абстракцию люблю но в данном случае что под этим подразумевается вот это вот излишняя обидчивость зацикленность на огромном количестве пунктов у всех есть свои пунктики но у такого человека их прям вот много-много то есть какое-то следование какой-то вот может быть религии долгомом каким-то ну то есть тут ты это не скажи тут ты это не за день это нельзя это не в четные дни это не не в четные здесь это больная тема это действительно как-то с таким человеком дискомфортно и проще держаться на дистанции еще причина а специфика образа жизни специфика профессии например человек там какие-то экспедиции ходит есть вот у него там круг общения там маленькая экспедиция там нет из вот этих трех людей подходящего тебе по каким-то психологическим качеством нету и ты в экспедиции в экспедиции потом ты какое-то время приходишь тут тоже ты болтаешься потом опять раз но могут быть или там какая-то работа по сменам у человека или работа наоборот очень такая насыщенная контактами человек просто выжатый на друзей сил не остается это правда сильно по сути сил на дружбу особо нет времени еще мизантропии но то есть люди которые или мизантропия как правило это люди которые просто ненавидят людей они заранее во всех видеть все плохое то как же им с кем же им дружить если ты заранее понимаешь что этот человек там не знаю низкий гадкий манипулятивный корыстный тупой примитивный и да с кем собственно дружить то это очень сложно найти кого-то себе равного под стать да и мизантропом зачастую не сказать том что сам себя любит там очень часто игры к себе очень большие претензии у меня есть видео на эту тему еще она просто эгоизм человек тянет одеял на себя как раз типичный пример такого взорвавшегося нарциссичного субъекта эгоистичного нередко и эгоцентризм излишней то есть я я мои принципы мои планы давай делай там а да еще и могут к этому какой-то обесценивание добавлять ну конечно мало кому таких условиях хочется быть и там какую-то эмоцию там кит тебе какую-то теплоту давать что со всем этим делать ну тут надо начинать с того а надо ли вам что-то с этим делать честно с собой определиться я страдаю без этого она мне вообще каким-то образом мешает как-то ограничивает мое представление о удовлетворении моих социальных потребностей там в принятии в заботе и и так далее ли я их как-то по-другому эти потребности удовлетворяю на работе может в семейной жизни может еще как-то перед самодостаточек он сам знает что удовлетворит какие его потребности что и кто и уже с миром коммуницирует честно себе признать если она вам не надо и вам и так хорошо оставьте эту тему в покое вот это вот вся детская идеология надо дружить надо чтобы много было друзей дружба дружбы нам на себя время это бывает не хватает на себя и на свою семью на какие приоритетные вещи а ведь реально дружбы неприятельства у нее это реально очень такой мощный вклад не все не у всех есть эти ресурсы и не все так приоритет отставляет поэтому если вам это не мешает живите радуйтесь и не ввязывайтесь в дискуссии не надо никому ничего доказать что иногда такие жесткие дискуссии на эту тему идут там такие полярные мнения типа вы все тупые что считаете что надо дружить или наоборот да ты вообще с людьми не умеешь общаться раз тебя друзей нет и погнали зачем вам все это каждый остался при своем мнении каждый живет и радуется но если все-таки друзей хочется если вам не хватает вам хочется этой близости какой-то оценки вовлеченности вот чего такого что важно важно посмотреть на себя критическим взглядом вот критически вот или там посоветоваться с теми кто может быть может вам помочь приоткрыть это все со стороны того что-то из окружения вашего там какие-то наставники может быть там но родители не всегда объективно психолог коуч просто себя поанализировать вот правда а почему я не нравлюсь ну вот вот почему да вы как правило вы сами знаете ответ вы сами знаете где вы жестите где вы там холодные где что-то еще происходит но вот и думайте а может что-то подкорректировать или настолько все безнадежно что еще на дружбу нее в принципе надо выделять время вот вашем недельном графике должно быть на это время посиделки на конь баню на гости на пикник на какой долгий созвон чтобы не три минуты да да алё лен да да все муж жена там дети живы-здоровы да все у меня тоже да все пока пока ну вот не на такую беседу а вот на обстоятельную чтобы вот все вот перетирать временно закладывать если вы готовы тратить время окей у вас и друзья появятся при каком-то таком конструктивном подходе еще не надо сразу ставить себе цель я найду лучшего друга и у вас это получится как за цикленностью в личных отношениях так уже пятница а я еще не замужем в чем дело так до за первого попавшегося бомжа хвататься чтобы быстрее женились вот у меня есть муж и также дружбы не надо думать что прям завтра встречу этого лучшего друга это действительно близкие отношения ставьте себе цель попроще побольше узнать людей так критически на этих людей не смотреть понять чем эти люди вам могут быть полезны чем вы можете быть полезны что-то хорошее в человеке увидеть просто время приятно провести да просто вот ходите вы с кем-то на фитнес да марина пойдем да во фреш-бар там не знаю посидим там просто поболтаем расскажешь мне как-то чего там не бей училась вот я тоже думаю ну вот без вот какого-то прицела вам может и не понравится это марины и конь тупая она окажется еще что-то но вы постарайтесь ней хорошую видеть давно она от вас будет полезную информацию получать в этом уже разберетесь она не она нравится не нравится то есть просто чуть ближе узнать человека но естественно больше общения по интересам как она у вас вообще с вашими хобби и увлечениями какими-то дополнительными занятиями надо этого больше в свою жизнь добавить и смотреть где действительно есть возможность для оффлайн знакомых иногда и онлайн кстати знакомства бывают каких-то группах сообществах по интересам но это уже что-то такое вот она более случайны что ли а при живом общении проще как-то контакт наладить это не всегда вас не должно быть завышенных ожиданий как многие жалуются как знакомиться на фитнесе в тренажерке все либо в своих телефонов либо парочками как-то кучкуются даже на банальный какой там привет там да ну не знаю там со сквозняк из окна или а вот про этот тренажер мне расскажи на какой-то наивный разговор там но от мало знакомого незнакомого человека там такая реакция просто дикая как от чумного шарахаются есть такое вас тоже не должно быть завышенных ожиданий вот вы такие нараспашку к миру и мир вам улыбнется в ответ нет здесь надо все-таки действовать точечно если вы понимаете что да этот человек адекватен ну как-то пообщайтесь просто новые источники ищите знакомств не только хобби увлечения может учеба какая-то может на работе кто-то у вас там есть кто-то из родственников ваших может быть дальних вспоминайте кто чего одноклассники однокурсники надо правда очень какие-то такие приятные встречи бывают и как минимум хотя бы приятельствование вы с этим человеком наладите уже смотрите сами вот что вы сами для себя считаете нормальным то одно и нормально нужна дружба работайте над этим не нужна дружба живите счастливо выстраивайте свою жизнь так как вам хочется друзья мои если вам будет нужна моя помощь как психолога как психотерапевта буду рада видеть вас на своих онлайн консультациях мои контакты внизу под видео всем пока всем до скорых волнуйся